Между патриархатами Между патриархатами Елена Кудрявцева о заботах и тревогах насельников Почаевской лавры Журнал «Огонек» номер 2 от 21 января 2019 года, СТР 18 Старинная Почаевская лавра живет молитвами и ожиданиями Какая судьба ее ждет после принятого на прошлой неделе закона о лишении убцемпо храмов, неизвестно Перед Рождеством Почаевскую лавру, Тернопольская область, Украина, завалила снегом Огромная, почти 20-метровая ель, установленная на площадке между Успенским собором и колокольней, выглядит из-за этого особенно нарядно Ее привезли из лесу монахи накануне праздников и три дня украшали, добираясь до макушки на специальном подъемнике Обитель основана около 1240-1241 годов затворниками Киева Печерской лавры, бежавшими сюда после разорения Киева ханом Батыем Вскоре, согласно монастырской летописи, на Почаевской горе произошло явление Пресвятой Богородицы, оставившей след в виде стопы Почаевской Отпечаток ноги на камне до сих пор находится в Успенском соборе лавры и считается одной из великих православных святынь наравне с иконой Божьей Матери Мощами преподобного Иова Почаевского и Амфилохия Почаевского Несмотря на суровую монастырскую жизнь, желающих стать монахами здесь не уменьшается В рождественский пост постриг приняли 10 человек А в молитвенное правило теперь включены молитвы о том, чтобы Господь не допустил врагов попрать святыню Со стороны, кажется, что лавра со своими длинными монастырскими службами и насыщенными работой днями живет обычной жизнью Но, конечно, на самом деле теперь все здесь пропитаны ожиданием 28 ноября прошлого года комиссия Министерства юстиции Украины аннулировала договор УПЦМП на право пользования Успенским собором Троицким собором, монастырскими кельями, колокольней, архиерейским домом и святыми вратами Свято-Успенской Почаевской лавры С тех пор формально братья лавры, на тот момент это 200 монахов и 50 послушников во главе с наместником митрополитом Владимиром Морозом, занимают помещение без юридического основания Об этом факте заявляли депутаты Тернопольской рады А на днях Филарет, на Украине носит новый в церковной практике титул почетного патриарха Православной Церкви Украины Канонической церковью признан раскольником и подвергнут анафями О, заявил, что Киевская и Почаевская лавры рано или поздно добровольно перейдут в так называемый Киевский Патриархат Пещерный храм, где покоятся святыни лавры мощи преподобных Иова и Амфилохия Почаевских фото Дмитрий Линников, коммерсант Примерно тогда же монахи опубликовали заявление, что насельники обители расценивают действия властей Как попытку уничтожить монашество на территории Западной Украины Пока у нас все тихо, рассказал огоньку один из монахов Почаевской лавры В январе в Почаеве традиционно много паломников Люди приезжают помолиться, встретить Рождество, послушать замечательные калятки Которые у нас исполняют несколько хоров со всей Украины А вот после Богоявления, когда люди уедут Думаю, что-то начнется, что угрожает Псково-Печерской лавре Надо признать, что это не первая попытка сменить хозяина монастыря За долгие годы существования, из-за своего приграничного расположения Почаевская лавра несколько раз переходила во владение разных церковных юрисдикций С 1713 года на протяжении более 100 лет монастырь находился под властью унятов В 1915 году, во время Первой мировой войны, монастырь был занят и разорен австрийскими войсками В Свято-Успенском храме служили смейсы В трапезной работал кинозал, в Троицком находилась конюшня В 1916 году, во время Брусиловского прорыва, обитель была освобождена русскими войсками Последние сильные гонения лавра испытала во время антирелигиозной борьбы Никита Хрущева Здесь разместили музей атеизма, психиатрическую больницу, прачечную и другие хозяйственные постройки Несмотря на то, что практически все монахи были выселены и отправлены на принудительное лечение в психбольнице Старец Амфилохий и местные жители отстояли лавру Она не закрывалась и носила статус действующего монастыря Точка крещенский снег добавляет монахам работы Они быстро передвигаются с лопатами, напоминая больших черных птиц Вообще, обитатели лавры не ходят, а летают, как говорят местные жители Хозяйство тут большое и все нужно успеть Три года назад очень подорожал газ В итоге от него пришлось отказаться Все лето братья от рядового монаха до архимандрита заготавливала дрова В этом году из-за подорожания электричества тут стали экономить свет на литургии большое В несколько десятков свечей Паникодила зажигают только во время чтения Евангелия Все остальное при боковых светильниках До конфликта 2014 года сюда приезжали десятки тысяч паломников Значительная часть из России За последние четыре года число паломников из России Что и понятно, сократилось в разы Последний год ехали поездом до Тернополя А оттуда 60 километров до лавры на частниках Теперь к нам из России Только если женщины какие-то чудом пробиваются Рассказывают монахи Всех мужчин саживают с поезда Что ждать от Украины в Новом году? Говорят, что в этом году сюда пытались доехать верующие из Перми через Белоруссию Но автобус на границе с Украиной развернули Впрочем, во время престольного праздника на Успение Святой Богородицы на Крестный ход Все равно собралось много народу Около 20-25 тысяч человек Приехали со всей Украины По словам верующих Они едут сюда за духовной поддержкой на весь год и за красотой Монастырь действительно очень красив Грандиозный Успенский собор Древняя башня Террасы Балюстрады вокруг южного фасада Успенского собора Где становится понятным выражение с высоты птичьего полета Пещерная церковь с мощами Все это, конечно, производит впечатление Все священники обязательно в новом ярком облачении Сверкающим украшениями На монахах идеально отглаженные подресники Кстати, 98% братьев украинца Как и сам митрополит Владимир Он родом с Буковины Лавра это наша жизнь Лично у меня нет никакого места жительства Кроме нее Сказал он в одном из недавних интервью Единственный дом, куда я могу отсюда переехать Находится через 700 метров Это Почаевское кладбище Монахи настроены не менее решительно Мы молимся, чтобы Господь дал нам сил Мученически пострадать за лавру Если это понадобится Но пока тут, за снежной стеной Все тихо Елена Кудрявцева